В Самаре прошли всероссийские физкультурные массовые соревнования «Лёд надежды наш». Состязания по конькобежному спорту проводятся впервые за несколько лет. Попробовать свои силы пришли как новички, так и профессионалы. Одним из судей был Евгений Назаров, мастер спорта России по конькобежному спорту. Он торжественно держал флаг России на открытии льда. На старт вышли участники разных возрастных категорий от 4 лет. Призёрам каждой категории выдали медали и грамоты. Сотрудники госавтоинспекции по Самарской области подвели итоги целенаправленных рейдовых мероприятий в период со 2 по 4 февраля. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 57 водителей, рассказали в ведомстве. За нарушение светопропускаемости стёкол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли ещё 141 автомобилиста. Также 34 водителя нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 67 нарушений со стороны пешеходов и 55 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительность и не нарушать ПДД. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с терактом в городе Лисичанске Луганской Народной Республики. Он подчеркнул, что сердца самарцев с теми, кто потерял своих родных, кто живёт и трудится вблизи линии боевого соприказновения, защищает страну от нацизма. Скорбим вместе с близкими погибших, всем пострадавшим желаем скорейшего восстановления. Самарская область готова оказать лисичанцам всю необходимую помощь. Российский космонавт Олег Каноненко установил новый мировой рекорд по пребыванию в космосе. Он превзошёл результат Геннадия Падалки, который за шесть полётов набрал в общей сложности 878 суток. Каноненко совершает сейчас свой пятый космический полёт с 2008 года. Ожидается, что в сумме по завершению годовой экспедиции в сентябре 2024 года он наберёт 1110 суток. В Марокко исследователи нашли на пляже следы, которые признали одними из старейших в мире. На двух тропах их оказалось 85, пишет российская газета со ссылкой на иностранный научный сайт. По результатам экспертиз, проведённых с древними следами, этим песчаным очертанием оказалось 90 тысяч лет. Они примечательны тем, что это наиболее хорошо сохранившиеся древнейшие следы человека. Исследователи наткнулись на них в Северной Африке. Произошло это, когда они изучали валуны на пляже в Марокко. Датировать отпечатки удалось при помощи метода оптически стимулированной люминесценции, которая считается одним из наиболее эффективных. Этот метод позволяет определять возраст артефактов по возрасту минералов кварца, показывая, когда именно они в последний раз подверглись воздействию солнечного света. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok